Покашеварим здесь! Всем привет! Вы на канале Покашеварим. Это значит, что сегодня будет что-то вкусное. Сегодня бодренький, мощненький, классненький салатик. Салат Алекс называется. Я его узнал совершенно случайно. Мы с Димой планировали жертву маркетинга снимать и салатоперекрестка попробовать под брендом Шеф. Я первый раз этот салат попробовал вот среди этих салатов. Остальное у них такси, а вот этот салат мне такой, нифига себе, понравился. Почитал там маринованные огурчики, курочка, сыр. Я думаю, то, что надо. И почему бы вам не показать, как приготовить этот салат? На самом деле он очень простой. Ингредиентов вообще ни о чем. Помидорки, куриная грудка, маринованные шампиньоны, вот именно маринованные, мазик, чеснок, сыр, ну, соль с перчиком уже тоже по вкусу. И репчатый лучок. У меня куриная грудка на кости. Варить я ее буду ровно в таком виде. И что нам это даст? Правильно, мы получим и бульончик, из которого я потом сделаю суп. Ну, мне надо, короче. И куриную грудку, которую одну я добавлю в суп, а вторую в салатик украду. Закидываю в кипящую воду. Не соленая, не перченая. Хотите лаврушки добавьте, но это уже по желанию. Водица кипит. И просто вот так вот раз, и все, и пошла вариться. Почему я варю в кипятке? На самом деле это простое правило, которое можно соблюдать всегда. Если вы хотите бульон, кладете в холодную воду мясо. Если вы хотите мясо, максимально сохранившее в себе соки, ну, при варке, наверное, глупо про это говорить, но тем не менее, все равно, когда ты кидаешь в кипяток, у тебя сверху белок схватывается, и меньше все-таки вытекает соков. В данном случае у меня все-таки приоритет на салат, а не на суп, поэтому я закинул в кипящую воду, и куриная грудка у нас останется сочной. А это хорошо. Ну, а бульон уж какой получится. И он не имеет отношения к этому выпуску. Куриная грудка будет вариться минут 15. Начнем с лука. Его порежем на мелкие кубики. Лук измельчим. И я еще немножко измельчу. Для того, чтобы избавиться от горечи, мы весь лук зальем кипятком, а потом сольем через пару минут. Кипяточком. Сливаем лук. И пока в сторону он нам не нужен, мы его добавим уже в салат. Оба-на, курочка-то у нас доварилась. Бульончик я бы не сказал, что прям наваристый. Но курица у нас готова. Достаем. Нарежем помидор. Сейчас, в общем-то, мы уже начинаем подготавливать ингредиенты для салата. Я сделал такими брусочками, но если хотите, можно помидор пополам. И сделать кубики. Малинованные грибочки. Давайте граммов 150 возьмем. Чуть больше, наверное, чем помидоров. И тоже нарежу их. Вторая горочка. Еще один ингредиент, это сыр. Его мы натираем. Тоже граммов где-то 150. Ну, плюс-минус, тут все в одинаковых пропорциях. Курочка у нас остыла. Давай попробуем сошкрябать одну половинку. Я думаю, что нам больше и не надо. Ну, видишь, она, смотри, остывшая, а тем не менее мягенькая, сочненькая. Супер. Вот, этого хватит. Курицу можно либо нарезать, но я вот почему-то в салаты люблю ее сначала вот так вот подербанить. На волокна. Мне кажется, так она более структурная. А потом можно немножко подрезать. И давайте все в одной миске. Можно слоями, я думаю, сделать салат. Но все слои в итоге все равно перемешиваются, поэтому вот таким вот образом. Бескомпромиссно. В одну миску помидоры. Лучок. Пару зубчиков чеснока. Слушай, такие зубчики чеснока, что, в принципе, и одного хватит. Пропускаем через чеснокодавку прямо в салат. Немножко посолим. И, в принципе, все. Салатик заправляем майонезом или сметаной, но майонезом, конечно. Конечно, майонезом. Всех поздравляю с днем святого мазика. Он именно сегодня, еще вчера и завтра. Он каждый день заправляем мазиком. Забудь, что я сказал про сметану. И все перемешиваем. Официально заявляю, что салат Алекс с маринованными шампиньончиками относится к моим любимым. Серьезно. Я недавно вообще не знал, что существует такой салат, но спасибо кулинарии, где я когда-то купил салатик, мне он очень понравился. Сочетание, несмотря на то, что вам показалось, что все элементарно и на самом деле действительно так и есть. Но сочетание ингредиентов бомбическое. Сыр. Солененькие маринованные шампиньоны. Томаты. Хорошие, кстати, надо покупать. Лучок хрустящий. Все это отлично. Давай. Ну и, конечно, куриная грудка. Как наполняющий, насыщающий ингредиент этого салата. Абсолютно бомбически. И причем вот эта куриная грудка, которая порвана на волокна, у нее клевая структура. То есть можно порезать на кубики, вопросов нет. Но будет чуть по-другому ощущаться. Мне нравится именно вот так вот. Рвите на волокна. Вот такой совет. Очень вкусный майонезный салат. Повторяйте, не ошибетесь. Салат Алекс. А если кто-то вдруг знает, какого хрена он называется Алекс, и кто такой этот Алекс, напишите в комментах. Самому любопытно. Вкусный салат. Ох, вещь. И погнали. Ну ты должен 25 секунд выдержать, чтобы люди посмотрели другие выпуски, подписались на канал и какой-нибудь предыдущий рецепт глянули. А, и сайт. Поэтому стой и мучайся. Вещь. Вещь. Продолжение следует...